Беседа третья. На первой параллель поминон, читая вторую, где говорится, вознес все с сердца Озии. Также о смиренном мудре, о том, что добродетельному не следует быть самонадеянным, и о том, сколь великая зло гордость. 396. Благословен Бог! И в наш век произросли мученики. Ему удостоились видеть людей, закалаемых за Христа. 406. Людей, проливающих святую кровь, которая орошает всю церковь, проливающих кровь, страшную для бесов, вожделенную для ангелов, спасительную для нас. 416. Мы удостоились видеть людей, ратающих за благочестие, побеждающих, увенчиваемых, и удостоились не только видеть, но и принять самые тела этих подвижников. 426. И мы теперь имеем у себя этих венциносов. 437. Впрочем, речь о мучениках теперь мы предоставляем ревнителю мучеников, нашему общему учителю. 448. А сами будем говорить вам теперь о Бозе, чтобы уплатить наш старый долг, и удовлетворить давнему томительному желанию слышать об этом. 448. Я хорошо знаю, что каждый из вас томится желанием слышать о тех событиях, и мы продлили это томление, и желание увеличить вашу скорбь, но стараясь усилить желание, чтобы наше угощение оказалось вам приятнее. 459. Когда богатые предлагают угощение и принимают сытых гостей, то они могут возбудить в них аппетит драгоценности приготовленного. 469. А трапезы бедных ни от чего так не оказываются блистательные, как если присутствующие к ней будут голодными. 479. Кто же был в Бозе? Чей он потомок? Чей царь? Сколько времени царствовал? Что сделал хорошего? В чем погрешил? И как окончил жизнь? 479. Обо всем этом мы скажем вам теперь, или лучше, сколько можно сказать, чтобы множеством сказанного не обременить вашей памяти, как бывает с огнем светильника. 489. Если в него будешь подливать масло светильник понемногу, то доставишь достаточную пищу огня, а если нальешь вдруг, то погасишь и бывший огонь. 489. Итак, этот озер был потомок Давида и царь иудейский, царствовавший он 52 года, и сначала был добродетельным, а потом впал в грех, возмечтал о себе выше собственного достоинства, он хотел присвоить власть священству. 491. Такова гордость, такое зло. Она в каждом производит то, что он не знает самого себя, и после многих трудов уничтожает все сокровища добродетели. 501. Прочие грехи обыкновенно происходят от нашей беспечности, а она зарождается в нас, когда мы поступаем правильно. 51. Обыкновенно ничто так не производит гордость, как добрая совесть, если мы не будем внимательны. 52. Потому и Христос, зная, что эта страсть приходит к нам после добрых дел, говорит ученикам, и когда все сделаете, говорите, что мы недостойные, ничего не стоящие рабы. 53. Когда будет приступать к вам этот зверь, тогда этими словами говорите, заприте от него двери. 54. Не сказал, когда исполните все, тогда вы ничего не стоите. 55. Но сами вы говорите, ничего не стоящие. 55. Говори, не бойся, не по твоему суду произношу я приговор. 56. Если ты сам назовешь себя непотребным, то я увенчаю тебя как благопотребного. 57. Так и в другом месте Бог говорит, скажи мне прежито и беззаконие, чтобы тебе оправдить. 58. В судилищах внешних после обвинения и признания в преступлениях назначается смерть. 58. А в судилище божественном после призвания, признания венец. 59. Поэтому Соломон говорил, не оправдывая себя перед Богом. 59. Ничего такого не слушал Осия, но вошел в храм, хотел кодить, и священника, который осанавливал его, не послушал. 60. Что же Бог? Он поразил Осию проказы на теле, дабы наказать бесстыдное лицо и вынаучить его, что это было судилище божественное, и что не против людей восставал Он. 61. Вот что известно об Осии. 62. Теперь посудим это сказание сначала. 63. Я для того предварительно и рассказал вам кратко все случившееся, чтобы вы, слушая сказания, писания об этом, в точности следили за ним. 63. Будьте же внимательны. 64. И сделал, говорит Осия, правое пред Господом. 64. Этим он засвидетельствовал о великой его добродетели. Он не только творил правое, но и перед Господом, а не на показ людям, как те, которые у идеев трубили о своей милостыне, искажали во время постов свои лица, совершали молитвы на перекрестках. 64. Что может быть несчастнее таких людей, когда они труды переносят, а всякого воздаяния лишают себя? 397. Что делаешь ты, человек? 40. Одному ты будешь отдавать отчет в делах своих, а другого призываешь в свидетелей дел. 41. Одного имеешь судьею, а другого сажаешь зрителям. 41. Не видишь ли, как возницы, когда весь город сидит вверху на конских христаллищах, проезжая все пространство поприще, стараясь не спровернуть колесницы соперников там, где видят сидящего царя, и один глаз его считает важнее столь многих глаз. 42. А ты видишь самого царя ангелов, наблюдающим за твоим течением, и оставив его, стараясь привлечь взоры подобных тебе рабов. 43. Не потому ли и отходишь ты после тысячи состязаний без венцов, после многих подвигов приходишь к распорядителю подвигов без награды? 44. Но Озия был не таков, творил правое пред Господом. 45. Как же он после такой праведной жизни поколебался и пал? 45. Этому и я удивляюсь и недоумеваю. 46. И лучше при этом нет места недоумению, потому что он был человек, существо удовопреклонное ко греху и скорое на пороке. 46. И не только это бедственно, но и то, что мы должны проходить путем тесным и узким, под угрожающими с обеих сторон утесами. 47. И если же и удобо, преклонность воли и трудность пути содействуют одному и тому же, то не удивляйся падением. 48. Как на зрелищах, те, которые стараются восходить и не сходить по натянутому сверху, снизу канату. 49. Если немного засмотрятся, то потеряв его весе падают на подмостке и погибают, так и идущи этим путем. 50. Если немного будут нерадивы, низвергнутся пропасть. 51. Подлинно, этот путь гораздо более того каната и узок, и круг, и опоясан, опасен и гораздо более высок. 51. Он оканчивается вверху самого неба, и тогда швести становится для нас особенно опасным. 52. Когда мы бываем вверху при самой вершине, стоящие на высоте чувствуют великий страх, и для них остается только одно средство спасения. 53. Не обращаясь взором вниз, не смотреть на землю, иначе делается сильное головокружение. 54. Потому Пророк непрестанно иззывает к нам «Конец, чтобы не растлить, возбуждая нашу душу предающейся нерадения, предохраняя и удерживая ее, готовые упасть». 54. Вначале нам нужно небольшое вразумление. 55. Почему? Потому что каждый человек, даже ленивейший из всех, приступая к делу, показывая сначала великое старание, и живым усердием и свежими силами легко принимается за предположенное. 55. Но когда мы пройдем большую часть пути, когда усердие наше охладеет, силы наши ослабеют, и мы готовы будем пасть, 56. Тогда благовременно является к нам Пророк, предлагает нам свое изречение, как бы трость, и говорит «Конец, да не распишите». 56. И дьявол тогда нападает на нас сильнее. 57. Как плавающие по морю разбойники не тогда нападают на корабли, когда видят их выходящими из триста, никакая им польза потопить пустое судно. 57. Но когда корабли возвращаются с полным грузом, тогда они и употребляют все свои хитрости, так и злой бес. 58. Когда видят людей, собравших многое, пост, молитвы, милостыни, целомудрия и все прочие добродетели, 59. Когда видят наш корабль наполненным драгоценными камнями благочестия, тогда и нападают со всех сторон, подкапываясь под сокровища, 60. Чтобы потопить судно в самом устье пристани и отпустить нас в ту пристань ни с чем. 59. Потому пророк увещевает всех и говорит, в конец, да не раз лишь. 60. После такого падения уже трудно снова встать. Когда человек приходит во глубину зол, не родит. 61. Притча 18.3. Падшего вначале мы все прощаем по его неопытности. 62. Но тот, кто упал после многих переходов, нелегко удостоится прощения или оправдания. 63. Такое падение его приписывается нерадению. 63. И не только это бедственно, но и то, что многие соблазняются такими падениями, и поэтому также грех становится непростительным. 63. Зная это, будем слушать пророка, не станем расслевать жизнь свою в конец. 64. Поэтому Иезекииль говорит, если будет кто праведен, а напоследок же пойдется грешить, то не помянется ему правда его, но во грехе своем умрет. 64. И он боялся за конец. 65. И не только этим, но и противным, тому он доказывает великую силу. 65. Если будет, говорит он, кто грешен, а напоследок обратившись будет праведен, то не помянется согрешение его. 66. И в неправде своей оправдается, но в правде своей жив будет. 66. Видишь, как и здесь показывает он великую заботливость о конце. 67. Чтобы и праведник, надеясь на свою праведность и предавшись в беспечности, не погиб, пророк устрашает его концом. 67. Чтобы и грешник, отчаявшись после падения, не остался навсегда в своем падшем состоянии, он восстановляет его указанием на конец. 67. Ты, говорит он, много согрешил, но не теряй надежды. 68. Есть выход, если ты покажешь конец противоположный началу. 69. Ты, говорит он праведнику, сделал много доброго, но не полагайся на это. 69. Случается и падать, если до конца не сохранишь одинакового усердия. 69. Видишь ли, как он истребляет и нерадение в одном, и отчаяние в другом. 69. Ничего такого не было. 70. Павел не слушал Озия, и потому, слишком положившись на себя, пал падением тяжким и неисправимым. 71. Не всякое падение производит с нас одинаковую рану, но одни из грехов заслуживают только порицание, а другие навлекают тягчайшее наказание. 71. Так Павел, укоряя тех, которые на общих вечерях не ожидали братьев, говорит, не похвалю. 72. Видишь, этот грех подлежит только порицанию, и укоризм служит для него наказанием. 73. Но не так поступает он, когда говорит о блуде. А как? Если, говорит, кто храм Божий разрушит, того покарает Бог. 74. Здесь уже не укоризм или порицание, а тягчайшее наказание. 74. Так же Соломон знал различие между грехами. Он, сравнивав воровство с прелюбодеянием, говорит так. 75. Итак, не дивно, если кто, желая есть, крадет, ибо крадет, чтобы насытить душу алчищую. 76. Прелюбодея же за скудость ума погибель души своей делает. 76. И то, и другое, говорит, есть грех. Но один грех меньше, другой больше. 76. И тот находит предлог в бедности, а этот не имеет никакого оправдания. 77. И этот, скажешь, вынуждается естественной потребностью. 77. Но не допускает этого данная человеку жена. Она лишает его оправдания. 78. Для того и учрежден брак и законное пользование, чтобы муж не мог говорить ничего подобного. 79. Для того и дана ему помощница жена, чтобы обуздывать беснующуюся природу. 79. Чтобы укращать волны похоти. 80. Потому как кормщий, допустивший кораблекрушение в пристани, не может иметь никакого оправдания. 80. Так и человек, достигший безопасности через брак и оскорбляющий чужие браки или поход, 80. Взирающий на какую-либо жену, не может иметь никакого оправдания ни перед людьми, ни перед Богом. 80. Хотя бы он тысячу раз ссылался на естественное удовольствие. 80. Впрочем, какое может быть удовольствие там, где страх, беспокойство, опасность и ожидание многих бедствий, где предстоят судилища, следствие, гнев судьи, меч, палач, пропасть и казнь. 81. Такой человек трепещет и боится всего теней, стены самых камней, как будто они издают звук. 81. Он подозревает и опасается всех – слуг, соседей, друзей, врагов, знающих все и не знающих ничего. 82. Но если угодно, пусть не будет ничего такого. 83. Пусть никто не знает о дерзких делах его, кроме его одного и оскорбляемой им женщины. 84. Как он перенесет обличение совести, имея всегда при себе этого сильного обличителя? 84. Ведь как от самого себя никто убежать не может, так и от приговора этого суда. 85. Этот суд не подкупается деньгами, не увлекается лестью, потому что он есть суд божественный, внедренный Богом в наши души. 86. Подлинно, прелюбодей, скуда умен. 86. И вор не освобождается от наказания и получает воздаяние, но меньшее. 87. Сравнивая, сравнение показывает не противоположность сравнивая их предметов, но оставляя каждый из них на своем месте, представляет, который из них меньше и который больше. 87. Может быть, вы не поняли сказанного, потому необходимо сказать теснее. 88. Хорошее дело – брак, но лучше его – девство. 89. Однако потому, что девство лучше, брак не есть худое дело. 89. Он ниже девства, но сам по себе – хорошее дело. 89. Так и здесь. Худое дело – воровство, но меньше прелюбодеяния, хотя и само по себе худо. 90. Видишь ли различие между грехами? Посмотрим же, какой грех допустил Озия. 90. Ибо вознеслось, говорит Писание, сердце его. 2 Паралипоминон 26.16. 91. Тяжкая рана – это гордость. 92. Гордость, которая есть источник всех зол. 93. А чтобы тебе скорее понять, как зла – это болезнь, выслушай следующее. 93. Прочие грехи ограничиваются нашим естеством. 94. А гордость увлекла и низвергла с неба силу бестелесную. 94. Дьявола, который прежде не был дьяволом, она сделала дьяволом. 95. Мы привели бы во свидетеля Исаию, который говорит о нем, что он на небо, говорит, зайду и буду подобен Всевышнему. 95. Исаия 14. Но нелюбящие иносказательных выражений не примут нашего свидетельства. 95. И если же мы вместе с ним представим обличителем Павла, то уже никто не станет противоречить. 95. Что же говорит Павел в послании к Тимофею? 95. То, что недавно принявшего проповедь не должна возводить высокое звание епископства, чтобы не был из новообращенных, да не возгордится и не впадет в суд, то есть в сеть с дьяволом. 96. 1 Тимофея 3.6. Чтобы он, говорит, согрешив так же, как дьявол, не подвергся одному и тому же с ним. 46. И не отсюда только это очевидно, но и из того, что посоветовал злой бес первому из всех людей. 47. Как добры имеет обычай советовать добрые люди ближним то, что через что сами сделали с добрыми, так и злые имеет обычай внушать ближним то, через что сами сделали с злыми. 47. Это один из видов злобы. И утешением в собственном наказании злые считают погибель других. 48. Что же дьявол посоветовал Адаму? 49. Допустить мысль, которая превышала собственную природу. 49. Надеяться стать равным Богу. 50. Если это, говорит дьявол, не звергло меня с неба, то тем более то же самое не звергнет и его из рая. 50. Потому Соломон и говорит, Бог гордым противится. 51. Притча 34. Не сказал, Бог гордых оставляет, предоставляет самим себе, лишает своей помощи, но, говорит, противится, впрочем, не в том смысле, будто Богу нужно ополчаться и бороться против гордого. 51. Что может быть слабее гордого? 52. Как лишившийся зрения беззащитен от всякой обиды, так и гордый, который не знает Господа. 53. А начало гордости, говорит премудрый, незнание Господа. 54. Лишившись этого света, легко преодолевается и людьми. 55. Если бы даже он был и силен, и тогда Богу не нужно было бы ополчаться против него. 55. Тому, для которого было достаточно одного хотения, чтобы произветь все, гораздо легче уничтожить все. 56. Для чего же сказано? Противиться. 57. Для того, чтобы показать сильное отвращение его гордому. 58. Итак, что гордость есть тяжкая рана, видно как отсюда, так и с других сторон. 59. Если хотите, то с другой стороны мы раскроем и причину, от которой происходит эта рана. 59. Писание, начиная обличать кого-либо, обыкновенно не только высказывает грех его, но и показывает нам и причину греха. 60. Оно делает это для того, чтобы предостеречь здоровых от впадения в те же грехи. 61. И врачи, приходя к больным, еще прежде болезни, исследуют причины их, чтобы уничтожить зло в самом источнике. 61. Так как кто, оставляя корень, подрезывает одни ветви, тот не делает ничего иного, как только трудится напрасно. 62. Где же Писание указывает и на грех, и на причину греха? 63. Так она обличает живших перед потопом за непристойные связи. 63. И послушай, какую представляет причину. 64. И увидел ее, говорит, сыновья Божии, дочерей человеческих, что они красивы, и брали их в жены себе. 64. Что же? Не красота ли причина греха? Нет. Она дело премудрости Божией. А дело Божие никогда не может быть причиной порока. 65. Врение? Нет. И оно дело природы. Что же? Взгляд порочный. Потому что он происходит от развращенной воли. 65. Потому и один премудрый, увещевая, и говорит, не взирая на чужую красоту. 66. Не сказал, не смотри. Это случается само собой. Но не надзирай, говорит, запрещая намеренный взгляд, пытливое зрение, продолжительно порочное рассматривание, происходящее от развращенной и походливой души. 66. Но какой, скажешь, отсюда может быть вред? От нее, говорит, возгорается похоть, как огонь. 67. Как огонь, касаясь сена или соломы, не медлит, но как скоро коснулся этого вещества, тотчас обращается в яркий пламень, так и огонь похоти, находящийся в нас, когда посредством взгляда очей коснется благовидной и блестящей красоты, тотчас воспламеняет душу. 68. Потому не смотри на временное удовольствие, доставляемое зрением, но взирай на непрестанные мучения, происходящие от похоти. 69. Удовольствие, нанесшее рану, обыкновенно прекращается. А рана не прекращается, но часто остается и губит. 70. Как олень, смертельно раненый стрелой, хотя бы убежал от рук охотников, не получает от этого уже никакой пользы. 71. Так и душа, пораженная стрелой похоти от непристойного и любопытного взгляда, хотя бы бросившись стрелу и ушла, расплевается и погибает в виде везде этого врага ее преследующего. 72. Впрочем, я говорил о том, не нужно позволять слову делать длинное отступление, что Писание обыкновенно показывает и грехи, и причины их. 73. Так и здесь, послушай, что говорит оно об Озии. 74. Оно сообщает нам не только то, что вознеслось сердце его, но и прибавило и то, от чего оно вознеслось. 75. От чего же оно превознеслось? Когда укрепился, говорит, тогда вознеслось сердце его. 76. Он не вынес величие власти, но как от пресыщения бывает воспаление, от воспаления происходит горячка, и потом нередко отсюда приключается смерть. 76. Так и здесь от великого изобилия счастливых обстоятельств произошла гордость. 77. Что в телах воспаления, то в душах гордость. 78. Потом от гордости явилось в нем и желание того, что не принадлежало ему. 79. Об этом мы распространяемся не напрасно, но для того, чтобы вы никогда не завидовали и не приписывали блаженство людям, облеченным властью, 80. Зная, как опасно их положение, и чтобы никогда не считали несчастными живущих в бедности и угнетении, 80. Зная, что это доставляет большую безопасность. 81. Потому и пророк восклицал, благо мне, Господи, что я пострадал. 81. Посмотри, какое зло произошло от высокого положения. 81. Вознеслось, говорит Писание, сердце его на пагубу ему. 81. Что значит на пагубу? 82. На погибель. 82. Из порочных помыслов одни совершенно не входят в нашу душу, если мы оградим себя великой предосторожностью. 83. Другие зарождаются внутри, если мы будем беспечны, разрастаются. 84. Если же против них будут приняты меры, то скоро заглушаются и пропадают. 85. А иные и рождаются, и размножаются, и обращаются в порочные действия. 86. И расстраивать все здоровье нашей души, если мы придадимся великой беспечности. 83. Таким образом, слова «вознеслось сердце» его означает, что гордость его не осталась внутри и не была потушена. Но вышла наружу и, обратившись в порочное действие, погубила все его добродетели. Блаженное дело совершенно не допускать порочного помысла. 84. Как и пророк говорил, «Господи, не возносилось сердце мое» в Солом 131. 85. Не сказал оно «вознеслось», но я обуздал его. 86. А даже и не начинало возносить, а то есть я постоянно соблюдал душу, недоступную для порока. 86. Это блаженное дело. 87. Близко к нему и то, чтобы вошедшее помыслу тотчас прогонять, и не позволять им оставаться долго, дабы не образовалась в нас нива для пороков. 87. Если же до такой степени мы будем беспечными, то есть есть еще средства для избавления и от этой беспечности по человеколюбию Божию, 87. И много врачебных средств против таких ран приготовлены неизреченную и великою его благостью. 88. Впрочем, окончим слово, чтобы не случилось теперь того, чего мы боялись вначале, 89. Чтобы обилие предметов не обременило в вашей памяти, поэтому же необходимо хратко перечислить сказанное. 89. Так поступают матери, когда они положат за пазуху детям плодов или сласти, или чего-нибудь подобного, 90. То, чтобы по расселести детей что-нибудь из данного им не выпало, крепко стягивают одежду их поясом, чтобы со всех сторон сделать преграду. 90. Сделаем тоже и мы. 90. Широко распустившееся слово стянем и отдадим на сохранение памяти. 91. Вы слышали, что не должно делать ничего на показ. 91. Великое зло – беспечность. Как оно легко низвергает и ведущего безукоризненную жизнь. 91. Вы узнали, какая нам нужна заботливость, особенно при самом конце жизни. 91. И что не должно не отчаиваться впавшему в грех, если он исправляется. 92. Не полагаться на себя добродетельному, если он предается беспечности. 93. Говорили мы вам о различии грехов и о том, что не должно засматриваться на красоту телесную. 93. И показали, какое происходит от этого зло. 94. Вы помните сказанное вам о гордости, равно как и о порочных помыслах. 95. Сохраняя это, отправимся домой. Или лучше, сохраняя это, послушаем из совершеннейшего наставления отличного учителя, то есть епископа Флавиана. 95. Наши слова, каковы бы они ни были, носят на себе признаки молодости, а его слова, каковы бы они ни были, украшаются старческой мудростью. 96. Наши слова подобны потоку, несущемуся стремительно, а его слова подобны источнику, изливающему реки с великим спокойствием и уподобляющимися более течении елей, нежели воды. 97. Примем, примем же эти потоки, чтобы образовался в нас источник воды, текущей в жизнь вечную, который, да сподобимся всем и получить, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, 97. С которым Отцу со святым и благим Женотворящим Духом честь, слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь.